всем привет с вами я супер и это будет видео обзор про камеру sony специально от макс нет то есть я посылку показывал а вот видео обзор про саму камеру фотоаппарат можно даже так сказать называется чехол к нему вот вот такой дикан диджитал комфорт вот можно прицепить к ременью и или веревочки открываем вот тут есть маленькие ремешочки вот ремешочек сюда можно положить копейки монетки либо какой-то аксессуар тонн вот sony сама камера кубер шут кубер шут супер стыдю шут и модель я вам покажу сейчас называется вот и с и h3 или х3 и на 3 и 6 вальт для поддержки самой камеры есть специальная закрывалка для самой камеры очень поставлен есть кожаная или полу пластмассовая вот такая держалка сама камера 81 мегаприксель 10x оптика лзу и подключение для штатива есть потом здесь аккумулятор то есть не батарейки это замечательно и специальная флешка для сиди специальный для от компании sony то есть ее нельзя впихнуть ноутбук для ну есть такие специальные ноутбуки но их марк для этого я купил такой адаптер дополнительно сюда начать впихиваем в эту саму флешку и все и можно видео добавлять вот вот сюда дополнительно в этом есть подключение к профессиональным фотоаппаратам ну и так далее вот включение для sd и micro sd вот сейчас я обратно положу вот эту флешку то я забуду вставляется очень просто акуль аккумулятор можно достать при помощи этой синей штучки вытаскиваем аккумулятор аккумулятор sony оригинальный принципе батарея неплохая в первых она маленькая можно и таскать и принципе не заканчивается не на несколько часов хватит для видео и для съемки 36 до 36 вальт вот ставлю обратно она фиксируется и при желании когда откуда вы пушистаете вот тут есть пружинный механизм вон это пружинку видите и вот тут тоже маленькая пружинка который держит это все вставляем закрываем потом видео камерам можно ее прицепить к ремешку вот тут где держал кисть металлический и теперь пойдемте к дисплею включение образуется при помощи вот этой кнопки повар нажимаем повар открывается камера сразу и вот мы видим саму камеру то есть камера на камеру снимается логично да тут можно выбирание дисплея смотрите вот фотографирую когда выбираем тут автоматическая регулировка для съемки автоматического фотоаппарата короче вы поняли р это автоматическая экспозиция с регулировной установкой не знаю как это думал бы сказал м это установка скорости затвора и величины сосок еще раз и что-то не заметил величины ди диафрагмы вручную я у этой камеры полностью не разобрался но я научился видео и фоткать видеозапись видеосъемка со звуком скриншот яркая съемка беловатой сцены экран не видно вот 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 как то вот так если будет план съемка ландшафта вот 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 при фокус на отдельный объект это ночная съемка вот думаю вы можете прочесть вот установка фокуса в ожидании движения объекта то есть вот тут картинка бегущего чувака вот на эту зелененькую потом если два человека съемка с мягким фоном и потом что этом съемка без вспышки с четким очертанием и низком освещении и вот сама фотография то есть самое начальное пришли дисплей есть управление кнопка окей принимающие меню и хома потом есть увеличение вот до 10 зума сейчас я вам докажу вот до 10 зума и и вот на днюю есть еще кнопка видео просмотр видим но я их всех удалил то есть нет снимков при нажатии дисплей из п вот меняется дисплейсом тут показывается аккумулятор вот тут уже показываете движащие вот когда его то блю шатать она будет по-разному показываетесь и ровно бы стоит она будет ровно а когда будет считаться на будет вы так показывать тут аккумулятор тут разрешение экрана показывали человека в папке можно вместиться 101 съемки личит такое не знаем аккумулятор заряжен то есть все-таки более дисплей полностью убрать оставить только вот это и вот это макро вот при нажатии этой кнопки макро включение фокуса крупный план офф или он включение вот это вспышки включение выключения и авто включена пусть будет смотрите данной при нажатии фотка и сразу как видите сейчас вот как вот тут вот так думаю вы поняли вспышка тут сама входит в комплект то есть она вот тут уже присоединяя но минус в том что вспышку надо самому закрывать то есть да при долгом в менюшке видео а если оставаться то камера сама автоматически закрывается чтобы экономить энергосбережение картинку можно увеличивать саму вот как видите там и уменьшивать до 10 зума потом вон увидите со сама камера зашла я ничего не нажимал потом что есть можно меню удалить эту картинку удалить составные снимки то есть выбирать галочка будет выбрать или удалить и удалить все в папке внизу уже есть слайды можно делать слайдшот шоты и шуте создание размытости фона разное такое как у смартфона тоже есть защитить защитить данный снимок то есть чтобы никто не смог посмотреть до фуфо данный снимки за включение метки печать а печатание вот печатать можно то есть сразу поворот выбор папки да и все на холме когда нажимаем мы переходим от сюда тут можно обратно к самой камеры давайте потом одиночные изображения несколько изображений чтобы посмотреть и слайд шоу который мы делали печатать управление памятью и установка при нажатии обратно меню мы переходим по меню к камере точнее обратно и все при выключении выключается камера вот но при этом вспышка остается так что надо ее самому нажимать то есть тут пружинный механизм потом чем если в принципе умная камера можно считать если вот такую штуку закрыть камеру то есть да и она не сможет открыть включаем ее тут показывается снимите крышку объектив и выключите питание а потом снова включите то есть да когда есть вы забываете надо ее самому нажимать это во всех фотографах в принципе есть оборота включаем обратно включается все ничем не восторжена на самом деле плохо снимает фотографии очень хорошо в качестве на но видеозапись очень плохая микрофон очень качественный вот чтобы аккумулятор зарядить для этого нужно специально аксессуар это вот такой аккумулятор сюда вставляете еще дополнительно до провод я хотя бы его нашел на принтере вот такой провод час я вам покажу вот если смогу вытащить поем как твердо вот вот такой провод я его нашел или как вот и можно заряжать аккумулятор но мне советую когда вы у вас новая технология новая техника и и пока она полностью не разряжется сам аккумулятор только тогда подзаряжать ну как бы да все обзор по эту камеру закончен а с вами были я в конце при помощи этой камеры я поснимаю видео на эту htc камеру да логично до камера на камеру и давайте в конце я это сделаю все а с вами был я супер всем удачи всем пока раз два три раз два три это проверка камеры самой sony от камеру которую мы снимали через камеру логично да вот сама камера закреплена на пластилина сделано из кубиков лего китайских вот чтобы держалась камера то есть ну пока штатива нету скоро штатив купим все будет замечательно а пока так снимаю на сами все обзоры все это при помощи с этой держалки могу увеличить уменьшить ее как я захочу сама шутка сотка htc очень хорошая вот снимает hd качество динамик бит бит студио 5 мегапикселей передняя камера вот это а перед точнее передней камеры нету то есть за это можно считать задней вспышка есть неплохая принципе но не настолько мощно как в этой камере ну да все проверка закончена пока пока пока